итак приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет мир добро любовь и свет сегодня с 8 мая и знаете что вчера вроде бы была суббота я думал что все вчера наверно гуляли все остальное ну кому еще не звонил 10 часов вечера все спали поэтому не только я старый пердон но и другие люди такие же но серьезно одинаково так как говорится все в общем знаете все было настроение вот два же такое настроение погулять ну ну было настроение погулять ну реально почему у меня после мойки всегда все скрипит как будто я это оседлал 50-летнюю женщину почему скрипит в общем а все почему потому что настроение конит потому что погода пасмурная потому что как-то все печально скажем макс очень урвал собрался нет спасибо и в прошлый воскресень на рыбалку сходил хватило за глаза сейчас просто у меня друг алексей пригласил меня к себе в гости да тот самый дом который он снимает там недорого я думаю туда смотаться к нему ну и в общем вот да да как как бы так поэтому поеду к нему посмотрим что там из этого получится но мы сейчас давайте пробежимся по новостям что же такое интересном в городе сочи происходит и сам прикольная новость это россияне они не сам прикольно из сочи изменен схеме движения из догомыса но потому что в догомысе сейчас стоят люди полтора часа поэтому там просто не впиваются по самым не хочу 10 мая ремонт участке а 147 джубга сочи граница республика абхазия район до комыс временно поменялась схема движения короче надо смотреть потому что без бутылки там не разобраться россияне сравнил где же лучше жить в сочи или геленджике не он сказал так если вы умный если вы образованный если у вас есть масло в голове то сочи если вы тупой и кроме того как там этому ума там не хватит там только не знаю просто жить там существовать на пенсии там подобное когда геленджик потому что в геленджике нереально заработать деньги в геленджике нереально полноценно жить и в геленджике ты сдохнешь уже там через три месяца потому что там реально скучно там делать нечего там пусто а ты братан русский тебе это важно остальное пойми здесь исповедь истовая искренность истина вот как бы так но если серьезно да знаете хорошо там на что хватает денег геленджик однозначно можно купить подешевле ну и там возможности меньше возможности меньше вот так россия россия отказывается от путевка вот это но конечно отказывается потому что ходят мифы что злой зеленский отберет крым и по крыму полетела те самые ракеты вот так как бы так на самом деле миф очень ход но выходит но знаете как я бы на всякий случай сейчас тоже в крым бы не торопился но ну ну нафиг что там у них в голове потому что непонятно что происходит сейчас если честно и все это затянулось мы думали 9 мая отпразднуем день победы там песни будут день победы порохом на самом деле там как бы победы даже не чувствуется и по большому счету я тоже на мне на месте украинского президента я тоже постарался бы крым да как бы назад назад себе отжать ночью представляете пришли на россияне отремонтировали дороги сделали всю инфраструктуру привели в порядок за эти там за 6 лет привели в какую 6 за 8 лет привели крым в божеский вид все нормально все прекрасно сделали и конечно теперь хочется назад теперь хочется прям назад забрать по ним правильно уже прям хочется прям назад забрать поэтому не знаю что он будет посмотрим но пока почему-то как бы хотя бы нельзя критиковать пока пока у нас наша могучая армия лучше в мире там не за там после соединенных штатов америки пока знаете пока вот непонятно что происходит не а может так задумано может что-то недопонимая ну в общем ничего хорошего ну и конечно же умные люди отказываются как бы потому что да крым наш но чуть непонятно что происходит возле крыма ну нахрен вот так вот значит так сочник рассказал почему краснодар плохо до перерезда да потому что там много можно об этом говорить но мы дать не будем про краснодар трогать люди и так которые переехали в краснодар они так там каждое каждый вечер плачут меня знакомой девочкам местные познакомились шесть лет назад на футболе когда играл владимир путин да футболе хоккей к играл флэйт с екатеринбург она уже вышла замуж переехала в краснодар и так далее и вот мы как-то с ней общались она говорит макс говорит вот после екатеринбурга краснодар это такой год конченый колхоз говорит но если бы не вышла замуж не родила ребенка кто бы хрен бы меня кто-то выдернул ну не зря говорит сравнить екатеринбург и краснодар это пропасть между ними просто до сочи хотя там пальмочки красиво все но краснодар это дно просто дно по сравнению від пробки то все это просто просто страшно понимаешь я понимаю вот так бы так и конечно бы наверно в чем-то она и пров了吧 вот конечно лишь краснодар переехать совершен нормально будет но вот с екатеринбурга она говорит это просто не сравнить краснодар и вот как бы богат я Я вообще иногда ночью плачу все равно. Вот уже примерно мы с ней познакомились 6 лет назад, переехала она в Краснодар. 4 года назад она до сих пор не могла успокоиться, все равно немножко плачу. Вот как бы так. А тем временем Сочи позабочится о чистоте Черного моря. Что-то там пытается нас довести до логического завершения. Ну а еще у нас в Сочи создали флаг из Яхт в Черном море. Российский флаг, не украинский, сейчас просто скажут. Нет, не американский, а вот украинский. А тем временем перевертыш парализовал движение в тоннеле Сочи. Дорога транспортного происшествия случилась днем 7 мая в Матэсском тоннеле Дублёре. Как завершает ученик, водитель за рулем внедорожника не справился. И бульк, кирдык, шердык. Вот как бы так. Вот что у нас сегодня здесь происходит, не пойму. Это праздник. Сегодня же у нас 8 мая, не 9 мая. Правильно же? У нас сегодня уже 8 мая. По идее, завтра должен быть 7 мероприятия. А тем временем в Сочи поймали приезжего с наркотиками. А он говорит, я, братаны, я вот одному блогеру, он иногда недвижимость продает, там иногда как бы с другими блогерами сидят на скамеечке, обсуждают других блогеров более успешных. Я ему немножко наркоты вез, ну что вы, я ему просто подарок, я вот так, ну в подарок, я же не продавать, я в подарок. А я ему объясняю, так он уже сидит, он уже все его, уже закрыли, все. Он говорит, да я откуда знаю, говорит, я думаю, он специально сплетит, ждет меня и так далее. Ну, в общем, бывает такое. А в Сочи еще одна машина перевернулась на крышу. У нас почему-то сейчас модно стало переворачиваться на крышу. И это у нас произошло еще, вот получается, за день до этого. Тем временем в Сочи продолжают ремонтировать улицы. И вот такая, видите, сбоку, на тротуаре плитка появилась на Мацесте. Я всегда на Мацесте ехал, прям глаз радовался. Также в районе Светланы все это появляется. В общем, видно, что в Сочи вкладывают, в Сочи делают все возможное и невозможное для того, чтобы город, в конце концов, становился еще красивее. Ну, посмотрите, да, ну реально очень круто. Вот так, поэтому, конечно, когда люди приезжают в прекрасный город Сочи, они все на позитиве, они все такие-то заряженные, такие-все такие. Ну, такие-то. Да, даже если все вокруг, мягко говоря, не очень хорошо. Но приходишь в Сочи, смотришь всю эту красоту. Тем более сейчас такой период, когда действительно все в зелени, просто все потрясающе. Потрясающе. Ну, реально бомбически. Вот просто, не знаю, прям. И вот зелень именно такая, зеленая такая, потому что яркая, чистые листочки. И это не может не радовать. Ну, реально, как бы это просто радует. Даже сегодня погода не самая лучшая. Плюс 14 градусов, пасмурно. Где-то в регионах даже уже есть плюс 20 градусов. Но, ребят, мы свое наверстаем. Мы свое не упустим. И тоже на нашей улице будет прекрасный-прекрасный праздник. Да, кстати, огромное спасибо за ваши сувениры, которые вы привозите. Я это ценю, вашу сувенирную продукцию. Мне вот вчера, вчера с... Хотел сказать, с логово Дедушка Мороза. Нет. Вологды, да. С Вологды мне вчера привезли много сладостей всевозможных. Там много чего такого прикольного. Огромное вам спасибо. О, колокола. Вон, прям, звонарь наверху сидит. Он прям, 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 прям получает от этого удовольствие. Прям... Я, если честно, не люблю звон колоколов. Я в Орске жил рядышком, да, там, получается, с церковью. И постоянно, то с утра, то это нас постоянно вот это начинали. Это я ненавидел, потому что ты спать хочешь, что начинается. Колокола там, как бы, и так далее. Да, само собой, кто скажет, нет, колокола, это, 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 это хороший знак. Это нехороший знак. Когда каждый день, там, ты хочешь спать, а у тебя эти колокола, это нифига нехороший знак, ребят. Это нехороший знак. И все. Я вот теперь думаю, блин, да лучше бы у меня, получается, дом находился бы в Орске на кладбище, да, чтобы была тишина и спокойствие, чем то место, где, блин, мягко говоря, вот где эти колокола опять звучат, опять гремят колокола. Вот как бы так, как вспомню, блин, наши... Фу, блин. Фу. Поэтому не люблю я звук колоколов, честное слово. Потому что всю жизнь я прожил в частном доме, где каждое утро были колокола. Вот как бы так. Давайте, давайте, стригите всех, гаичники, стригите, стригите, стригите. Да, кстати, все. А, да, ребят, по поводу, теперь это, по поводу тех предложений, которые я вам показываю. Сразу говорю, я ценно озвучиваю, само собой разумеется, но перед тем, как вы ехать и так далее, вы лучше мне позвоните и лучше мне, ну, уточните. Потому что сейчас, я уже посмотрел, сейчас многие, многие, многие продавцы, в том числе и застройщики, частники, стали поднимать цены, как бы, потому что прекрасно понимают, что лед тронулся, господа присяжные, и поэтому, ну, каждого из вас, да, как бы, я вот говорю, кто не приезжает ко мне в Сочи, все жалеют об одном, что они, о, настоящие девушки, видите, какие красивые, о, с бутылкой водки в руках, вот так вот, все жалеют только об одном, что немножечко взяли и протянули время и что нужно было раньше переезжать, потому что все прекрасно видят, да, как я два года назад взял квартиру за одни деньги, сейчас она стоит 2,5 раза дороже, родителям 2,5, два года назад взял за одни деньги, сейчас стоят другие, абсолютно другие деньги, и каждый раз ценник становится все выше, выше, выше и выше. И поэтому, кто, скорее всего, в мае месяце не успеет купить себе жилье, тот уже никогда в жизни не сможет себе купить жилье, потому что Сочи сейчас действительно становится не для всех, Сочи становится только для богатых людей, для умных людей, для успешных людей, и уже просто так в Сочи вряд ли кто-то сможет попасть, вот как бы так. Поэтому думайте сами, решайте сами. Ну, лично я считаю, что, блин, да, конечно, хотелось бы, чтобы в Сочи, в Сочи все-таки могли приехать не только супер богатые и так далее, мира всего, но, по сути, получается так, потому что недвижимость за пять лет, которые я здесь живу, она подорожала, получается, по сути, в четыре раза. Я, кстати, сейчас хорошую квартирку вам покажу за недорого, да, за относительно недорого, всего лишь 2 миллиона 200 тысяч рублей в жилом комплексе раз-два-три с ремонтом. Вот я понимаю, как бы, нормальная, адекватная цена. Ну, 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 а что так много народу сегодня? Это, я понимаю, нормальная, адекватная цена. Ну, даже за 2 миллиона 200 в жилом комплексе раз-два-три не каждый из вас сможет купить. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем вам позитива, желаю вам всем добра и пока!